Привет дорогие друзья. Мои родители попросили сделать у них на кухне более яркое освещение в рабочей зоне. Казалось бы светодиодную ленту подключить легко, но не зная нюансов можно накосячить. Поэтому не покупайте светодиодные ленты и не приступайте к монтажу пока не посмотрите это видео до конца. Займусь подготовкой, а параллельно дам немного теории и перечислю основные ошибки. Лента будет крепиться под каждым шкафчиком. Сниму размеры и раскрою два двухметровых профиля и светодиодную ленту. Итак светодиодные ленты бывают на 12, 24 и 36 вольт. В помещениях применяют светодиодные ленты на 12 вольт. Обычно их делают пятиметровыми. Параллельно можно сделать сколько угодно пятиметровых лент, лишь бы потянул блок питания. Последовательно они соединяют из-за риска выгорания дорожек. Светодиодные ленты бывают влагозащищенные и обычные. У влагозащищенных одно достоинство. Они не боятся влаги и пыли. Но сильнее греются и как следствие чаще перегорают. Простые перегорают реже. Их легче ремонтировать и они дешевле. Если сгорит диод 2, меняем целиком кусочек ленты там где ее можно разрезать. Обычно для освещения используют светодиодные ленты с теплым и холодным светом. О вреде холодного света я уже говорил в другом ролике. Поэтому для домашнего освещения покупайте ленты с цветовой температурой от 3000 до 4200 кельвин. Дальше. Не покупайте дешевые светодиодные ленты. Дешевые служат от силы год-два. К тому же у них низкий индекс цветопередачи. Разницу между высоким индексом ЦРА и низким хорошо видно на картинке. Но и это еще не все. Перед вами две светодиодные ленты. Эта куплена неподалеку в строительном гипермаркете. А эту купил на Алиэкспресс. Световая температура там и там 3000 кельвин. Потребляемая мощность у обеих одинаковая. Но у правой светодиодной ленты 60 светодиодов на метр, а у левой 120. С левой СМД светодиоды 5054, а справа 5050. И посмотрите насколько ярче светит светодиодная лента, которую прислали из Китая. Видеокамера пытается выровнять яркость, но если смотреть не через объектив, разница существенная. Это в два раза ярче. Я конечно же использую более яркую. Если вы не хотите покупать алюминиевые профиля для светодиодной ленты, это будет второй ошибкой. Во-первых, алюминиевый профиль отводит и рассеивает тепло, что несомненно скажется на сроке службы ленты. Кроме того, рассеиватель равномерно рассеивает свет и защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и жира, если это кухня. Профиля бывают врезные и накладные. Я выбирал профиля между накладными угловыми и прямоугольными. В комплекте с двухметровым профилем идет три скобы. Для целого профиля такого крепления достаточно. Мне же придется сверлить отверстия и делать фаски, чтобы саморезы прятались в потай. Светодиодные ленты не должны торчать из профиля. Делаем их чуть короче. Режем по меткам там, где символ ножниц. Чтобы не было замыкания, по краю ленты на профиль наклеим небольшие кусочки скотча. Эта предосторожность лишней не будет. Алюминиевый профиль крепили на саморезы с небольшим отступом от стены. Залудили места пайки. Схема пайки будет следующей. У меня получилось как бы две двухметровых ленты, которые будут подключены к блоку питания, который спрячу в одном из шкафчиков. Более подробно о том, как можно и как нельзя подключать светодиодные ленты, я рассказал в первом видео. Провода на всякий случай припаяем не к самому краю ленты. Чуть дальше пайка будет более надежной. Главное не спутать полярность. По фэншую синий провод заземляющий. У меня наоборот. Теперь нужно не запутаться и самому. Ленты соединил двужельным медным проводом. Отмерял с небольшим запасом. На светодиодные ленты наклеен двухсторонний скотч. Клеится просто. Снимается монтажная пленка. После чего клеим и хорошенько прижимаем к алюминиевому профилю. Чтобы спрятать провода шкафчики отводили от стены с помощью большого ножа. После чего алюминиевые профиля закрывали рассеивателем. Местами где могла быть видна проводка маскировали самоклеящейся пленкой. С цветом пленки немного не угадал. Монтаж профилей, светодиодной ленты и проводки занял уйму времени только потому, что шкафчики висят на разной высоте. По окончанию монтажа, чтобы убедиться, что нет короткого замыкания, прозвонили мультиметром все профиля. Короткого нигде нет. Края алюминиевых профилей можно заглушить заглушками, которые шли в комплекте. Но их всего четыре. Там где не хватит, вместо заглушек можно использовать кусочки поролона. Это защитит ленту от пыли, влаги и жира. Блок питания должен быть на 30% мощнее светодиодной ленты. Следовательно, если у меня светодиодная лента потребляет 60 ватт, блок питания должен быть около 100 ватт. Я подключу более мощный на 250 ватт с запасом на будущее. И еще один нюанс. У каждого блока питания есть подстроечный резистор. У этого блока он тоже есть, но скрыт. Чтобы до него добраться, нужно снять крышку. Вот он немного виден. Блоки питания отрегулированы так, что на выходе выдают 12-12,5 вольт. Я этим резистором понижаю напряжение до 11 вольт. Понятим напряжение всего на 1 вольт, светодиодная лента не так сильно будет греться и это значительно продлит срок службы ленты. Контактом, отмеченными символами плюс и минус, подключаем светодиодные ленты. Я к плюсовым контактам подпаял синий провод, следовательно должен прикрутить его к любому из двух плюсовых контактов. Плюсовые и минусовые контакты в блоках питания запараллелены. С другой стороны блока питания подключаемся к сети. В сети ток переменный, полярность не соблюдаем. Разве что желтый-зеленый провод заземления подключается сюда. Как вариант, к сети можно подключиться через выключатель. Но на дворе двадцать первый век. Вместо выключателя поставим датчик, который будет срабатывать на включение-выключение от движения руки. Подключается это просто. Сюда подается 220 вольт от сети. Отсюда пойдет 220 вольт на блок питания. У датчика свой разъем. Этот выключатель оценят по достоинству, когда руки будут грязные или мокрые. Блок питания и управления инфракрасным датчиком подключили согласно схемы и прикрутили к потолку внутри шкафчика. Там они никому не будут мешать и пылиться. Отверстие для датчика сверлим в самом удобном и незаметном месте. Вставим датчик и подключим к блоку питания. Провод замаскировали самоклеящейся пленкой. С монтажными работами закончили. Осталось проверить как все работает и сравнить каким был свет до и каким стал теперь. Таким было освещение без светодиодной подсветки. А таким стало теперь. Согласитесь, результат заслуживает лайка. Света в рабочей зоне гораздо больше. Может показаться, что свет даже чересчур теплый. Но это только кажется. Я это заметил, когда пытался снять лимон. Пришлось вручную отрегулировать баланс белого. Сейчас картинка такая, какой видит мой глаз. А такой была при автоматической регулировке баланса белого камерой. Ручная настройка. Автоматическая. И осталось показать, как работает инфракрасный датчик. Срабатывает он на расстоянии от 1 до 7 сантиметров. Можно просто провести по датчикам рукой. Достаточно легкого движения и свет включается или выключается. Такие датчики не рекомендуют ставить рядом с приборами, которые дают много тепла. К примеру, плита. Я поставил датчик на расстоянии 40 сантиметров от плиты. Тестировал по-разному. Произвольных включений и выключений света не было. И самое главное – подсветка родителям понравилась. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать видео лайком или дизлайком. И подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.